В здании администрации Ленинского района прошла совместная встреча депутата Московской областной думы Владимира Жука и председателя районного совета депутатов Станислава Радченко с молодежным активом муниципалитета. В числе приглашенных члены молодежного парламента и представители молодой гвардии партии «Единая Россия». Все юные, активные, инициативные, с радостью готовые работать на благо Ленинского района. В начале встречи Владимир Жук рассказал собравшимся о недавнем новшестве – платформы депутат, позволяющим получить исчерпывающую информацию о народных избранниках. У каждого депутата есть свой личный кабинет, есть свой аккаунт, и любой человек, любой житель, любой территория может спокойно зайти на эту платформу и посмотреть, что депутат сделал, чем он занимается, что он делал вчера, какие у него планы и так далее. И вот это очень здорово. Я уже зарегистрировался, конечно. И в нашем муниципалитете, по словам председателя совета депутатов Станислава Радченко, парламентарии быстро отреагировали на это нововведение. У нас фракция состоит из 16 человек. 15 на данный момент уже успешно зарегистрировались в этой информационной платформе. Далее собравшиеся перешли к основному вопросу заседания – совместных планах на 2019 год. Так, представителями власти принято решение максимально вовлекать подрастающее поколение в политическую и общественную жизнь. Ведь это не только своеобразный глоток свежего воздуха, креативные идеи, но и в том числе дополнительный контроль. А круг интересов молодых активистов достаточно широк. В этом году мне хотелось бы выделить несколько направлений, в которых мы будем работать, в которых мы будем вести работу. Это экология, молодежь, культура и спорт, добровольничество. Что касается молодежного парламента, то появился он совсем недавно, в декабре 2018 года. И хотя еще не проведено его первое заседание, но все 15 избранников уже приступили к активным действиям. Мы приняли участие в мероприятии, посвященном Дню студента. А также 2 февраля, в эту субботу, состоится мероприятие, называется «Жинской строки». Это будет концерт, посвященный мальчику Илье Чеснокову, который болеет сложным онкологическим заболеванием.